С 1 марта текущего года на всех сельскохозяйственных животных в России должны быть нанесены специальные интенсификационные метки. Основная причина введения этой меры – борьба с болезнями и предотвращение распространения инфекции. Этой теме было посвящено совещание, которое прошло в Зале администрации района. На совещании присутствовали начальник управления ветеринарии Республики Адыгея Анзор Кушхов, начальник Кашхабльской районной станции по борьбе с болезнями животных Руслан Атласкиров, заместители глав сельских поселений, руководители крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. Вел мероприятие начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов. По поручению главы республики Адыгея проводим совещание во всех муниципальных образованиях республики. Целью совещания является информирование населения по идентификации сельхозживотных, птиц, пчел, рыбы. И в данный момент вступило в силу восстановление правительства Российской Федерации 550-е. С 1 марта оно уже вступило в силу. И до 1 сентября необходимо идентифицировать путем беркования сельхозживотных именно крупнорогатый скот, мелкорогатый скот и птица, содержащаяся в КПХ. На данный момент мы проидентифицировали 25% в республике. И по Кашкамскому району там чуть больше 10%. В рамках совещания было отмечено, что для индивидуального или группового учета животных будут выданы уникальные номера для последующего внесения в систему хариот. Специалисты считают, что интентификация позволит отслеживать весь жизненный цикл продуктивного животного – от рождения до убоя, а также все ветеринарные мероприятия, происходящие с ним. Это важно для повышения биологической безопасности животноводства и перерабатывающей промышленности, а в конечном итоге – для безопасности потребителей. На совещании присутствовал начальник отдела развития отраслевых продаж компании «Силтек» Богдан Зинченко. Данная компания является российским производителем средств маркирования. Это практика не новая. В Беларуси такая история в обязательной учете животных вступила в силу в 2015 году, в Казахстане – в 2010, в Австралии – в 1983. Мы очень долго плавно к этому шли. Государственная задача – это обеспечить прослеживаемость животного как элемент нашей продовольственной безопасности. Дальше что? Что сказал закон? Что все лично подсобные хозяйства должны иметь индивидуальный метод маркирования. Под индивидуальным методом маркирования называют «ушная бирка», «ошейник», «микрочип» навесной, «микрочип» подкожный. Также законодатель говорит, что есть другой способ – групповой. Когда говорим, что да, есть группа животных – это одна эпизоединица, и вот ее мы будем считать как за нечто целое. Что важно? Ушная бирка, как основной метод маркирования, действительно приобретается за счет владельцев, а учет – это процедура бесплатная, да, за счет государства. Совещание прошло продуктивно. Участники встречи смогли задать вопросы представителям ветеринарной службы и обсудить актуальные темы. Продолжение следует...